Гусак и две гусы не круглый год живут в сказке. Любимцы местной детворы и взрослых. Для них даже индивидуальный душ по вечерам в качестве программы реабилитации. У гуся жировое отложение на перьях, чтобы перо не мокло. Поэтому им надо этот жир иногда смывать. Это действительно сказочное государство. Лагерь «Лесная сказка» под Череповцом. Почти 30 гектаров соснового бора, огромное водное пространство. Вот под обрывом течет река Малога. И чистый воздух, от которого кружится голова. Кому и этого мало, дополнительная подпитка кислородом. Говорят, такой стакан заменяет несколько часов прогулки по сосновому лесу. Это кислородный коктейль. Делается на травах, на натуральных соках. Сироп шиповника, солодка. Как раз такие места и ищет правительство страны для напуганных и надышавшихся гарью детей по Волжье. Огненный смерть шлестных пожаров пронесся почти по десятку регионов. Больше двух тысяч человек остались без крова. Сгорели школы и больницы. Больше всего пострадали Нижегородская и Рязанская области. Людям негде жить, детям негде учиться и просто прийти в себя. Поэтому президент Медведев обратился ко всем регионам с просьбой помочь пострадавшим соседям. Вологодчина откликнулась моментально. Вячеслав Евгеньевич дал такую команду, чтобы и наша область была одним из инициаторов оказания помощи детям, пострадавшим во время этого стихийного бедствия. Область обладает уникальными лагерями, уникальными местами для отдыха не только в летний период, но и в зимний. Здесь, на Малоге, сразу три лагеря, где как минимум 500 детей из выгоревших регионов смогут, наконец, вздохнуть полной грудью. Скажем, «Лесная сказка» работает круглый год, поэтому готова принять даже несколько смен. В летний период детский центр у нас уже укомплектован, но лагерь у нас круглогодичного действия. Мы оказываем санаторное лечение и обучение в течение всего года. Мы уже с конца сентября в октябре можем принимать детей, отдыхать к нам в центр. Собственная школа, опытные педагоги и психологи, все условия для проживания. Палаты на четверых, постоянно горячая вода, пятиразовое питание. Кроме того, для поволжских детей важным пунктом должна стать реабилитация. Например, вот эти ванны, жемчужные и с лечебными травами помогают прибавить здоровье сотни детей за каждую смену. Опорно-двигательный аппарат, легкие и, конечно, нервы. Нервная система – это первое основное показание для таких вот вам. То есть успокаивающее действие оказывает эта процедура. А еще лучшее лекарство – чудо, считает в лесной сказке. Здесь чудес хватает. Вот это одно из них – дерево желаний. Желание загадывается очень просто. Нужно прикоснуться двумя руками к двум соснам и загадать желание. Все, кто бы не загадал это желание, оно всегда сбывается. Нижегородских и рязанских детей сюда поведут обязательно, если те, конечно, приедут. Свои предложения пострадавшим регионам Вологодчина уже отправила. Теперь ждет ответа.